И здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать снова на челлендж из грязи в Князе. На сей раз уже в Бельгию, 13 этап нашего челленджа, и это уже вторая часть сезона, потому что она начинается с Бельгии, и мы сюда приезжаем. Трасса длиной 74 метра, имеет 19 поворотов, 2 зоны ДРС, и самую, наверное, интересную связку поворотов, это красная вода. И мне прям в кайф было проходить на этом этапе красную воду, вот прям в притирочку, на полных баках, еле-еле влазишь, прям классно, ну ладно как бы. Также еще очень внимательно прямая зона ДРС, где будет очень много обгонов, особенно на первом круге, со слепстримом, ну а на поле мы видим Вальтера Боттеса. Я пока что лидеру в личном расчете относительно Севастьяна Феттеля, тем более после прошлой гонки, после победы в Венгрии, посмотрим, как все сложится у нас тут. Ну и надеюсь, что Боттес пока что удержит у нас две Феррари, а потом уже подъеду я и всех их прям объеду. Ну ладно, сейчас мы уже будем переноситься и смотреть на полную стартовую решетку, и уже отправляться в бой. Я надеюсь, что все будет удачно, потому что, ну, потому что в первый поворот все боты любят тормозить за километр, особенно на старте. И мне это, кстати, не очень-то сильно и нравится, потому что я всегда начинаю тормозить очень рано, все заходят по три в ряд и могут отыгрывать много позиций, ну а я остаюсь на своей двадцатой позиции. Ну а мы посмотрим, как это сложится уже в гонке, а пока мы смотрим стартовую решетку, у нас совсем маленький отрыв между Боттесом и Феттелем, Феттелем у нас второй, дальше у нас идет Шарль Леклер, Макс Ферстаппен, Алекс Албан, Серхио Перес, Ника Хюлькенберг, Денери Кьярда, Ким Рейкенен и Кевин Магнусен замыкает топ-десятку. Огромнейший провал между Леклером и Ферстаппеном, если вы отмотаете и посмотрите, там он в районе шестидесятых вроде, ну ладно, мы это уже не будем на это обращать внимание, просто увидим, как за первый круг две Феррари с Боттсом отъедут на секунду от всех, а Рэдбула на секунду от Реношек, просто будет идеально. Ладно, тактика у нас пока что была Soft Medium или Medium Hard, но я решил ехать по тактике Medium Soft, потому что на первых кругах прорывался через более медленных болидов на более жестком комплекте, а потом уже под конец топить просов в элекционном темпе на мягком, на самом мягком, красненьком, красивеньком, блестящем комплекте. Ладно, слил топливо и уже отправился стартовать, будет интересно, будет захватывающе, и надеюсь будет много интересных аварий. И у нас Гассан так не стартует, Гран-при Бельгии стартую я, ну нормально, в принципе, опять-таки три в ряд, занял пока что внутреннюю траекторию, оттормозился достаточно хорошо, и да, уже получилось пройти сразу два Вильямса, по крайней мере я так думала, но видимо мои покрышки не хотели этого, и просто у меня был снос. Передо мной три в ряд в красную воду, это, конечно, ничем хорошим не кончается, Квят ломает себе крыло, из-за этого портит себе выезд на всю прямую, и я сразу же его прохожу. Красная вода три в ряд, очень хорошая идея, и сразу же я нападаю и на гасли с Джовинаци, и сразу же их прохожу, а впереди у нас завал, у нас сходит Алекс Албан, вот он стоит без колеса, я срезаю, но виртуальный сэфпетикар меня спасает. Что ж там было, у нас, в принципе, все стартовали достаточно хорошо, такой тесненькой группой, только Вальтер Ботт сразу же выиграл старту у Себастьяна Феттеля, ну и, в принципе, ничего тут особенного кроме этого не было. И вот краски Алекс Албан, который сначала хотел бороться со своим напарником, потом на него уже начинает нападать некий Хюлькенберг, надеюсь, что у вас сейчас нет лагов, потому что они у меня присутствуют, я, по крайней мере, очень на это надеюсь. Ладно, он ехал себе ехал, но две Рено решили взять его в тиски, поначалу, а потом он просто пролетел поворот, решил вернуться на траекторию, и получилось, что там уже был Никай Хюлькенберг, и просто Албан остался без колеса. Феттель все же слепстримом вырвал себе первое место, и за счет виртуального сэфпетикара он его сохранил. Вот он, Квет, который потерял себе полностью правую часть крыла, и все, с этими повреждениями ехать дальше невозможно. Ну и у нас уходит посередине круга виртуальный сэфпетикар, и у меня получается достаточно хороший рестарт, сразу же атакую Романа Грожана, и его прохожу, выхожу уже на 13-ю строчку, и вереной же Ландонорис с Лэнсом Стролом. Ну и я уже думаю, где бы их пройти, потому что, ну, они все-таки медленные, они во втором секторе, если учитывать то, что у меня аэродинамика вроде 1.4, или 1.3, или 1.2, что-то в этом роде у меня аэродинамика, но они все равно едут очень медленно относительно меня. Ну, все это можно пережить, а мы продолжаем первый круг, у нас атака на Ландонориса вообще неожиданна, потому что они отторможались за километр просто до автобусной остановки, и я решил попробовать обогнать внутри. Я оказалась на внешней траектории, что-то не пошло поначалу, но за счет позднего торможения в первый поворот я смог его пройти, думал сейчас, как влечу в строла, ух вы, это интересно, но все-таки все обошлось, я вышел на 12-ю строчку. И только вот под конец второго круга я смог догнать Лэнса. Машина вообще даже не поворачивала в полный газ в этот поворот, но все-таки опять-таки, там идет борьба бок о бок, из-за этого они оттормаживаются опять за километр. Ну, я пользуюсь моментом и прохожу с трола, и выхожу уже на 11-ю строчку, и передо мной уже Карла Сайенса. Разрешают ДРС, это один из ключевых моментов этой гонки, потому что, ну, ДРС тут решает все. Если у тебя есть ДРС, там, самый длинный прямой, то, как бы, ты можешь еще и полсекунды заделать себе сделать. Ладно, продолжаем начало третьего круга. Я решил немного подотпустить Сайенса, еле удержал машину и уже, собственно говоря, принялся его атаковать. Подрубил все, что можно, и как-то не очень-то и бодренько я к нему подъезжал, учитывая мою аэродинамику и мотор Мерседес. Но по внешней траектории обгон совершен, немного попадались, но позади Сайенс немного получилось, что убил Строла. Ну, в принципе, ладно, но из-за Строла выезжает что? Правильно! Машина гребаной безопасности снова! Какой раз выезжает она? Я забыла, а когда у нас была последняя гонка без машины безопасности после патча? Да никогда! Ладно! Короче, вот так вот у нас сходил Строла, ехал, ехал, и тут в него Сайенс поворачивает, бум, и все! И нету Строла! Все! Закончился! Закончились деньги, поэтому пришлось разбить болид. Ладно, из-за машины безопасности никто даже не заезжал в бокс, потому что смысла нету, и в конце пятого круга на шестом, может быть, круге, с шестого круга мы продолжаем атаковать в полную силу. Я на десятой позиции, передо мной Киме Райкенен, надо его, конечно, проходить уже сразу. На рестарт сразу не получилось на первый же прямой, в первый же поворот, но у нас же еще самая длинная прямая, у нас же еще красная вода, а у них уже комплект не в лучшей кондиции, потому что он начинает уже изнашиваться и изнашиваться, а у меня медиум как раз-таки только что стал в рабочей кондиции. Чуть не убился в красной воде, снова, но удержал болид, слава богу, пришлось подпустить газ, но все-таки смог пройти Киме Райкенен за счет внешней траектории, и выйти уже на девятую строчку, и отправляюсь уже я за Кевина Магнусом, ну и конечно же мне приходится его догонять и обгонять в самом неудобном месте, это перед автобусной остановкой, но слава богу, что у меня есть ДРС, потому что РНОшки еще не так далеко отъехали, потому что они вели борьбу, но ДРС еще нету, тупая башка, как обычно, не обращайте внимания, я просто только что проехала Сингапур в Изградив Мязи, увидите, что там была законка, ладно, это был трэш, поэтому я такой уставший, ладно, уже маленькие спойлеры пошли, на восьмом круге догнал ДВЕ РНО, и из-за того, что я был к ним, можно сказать, вплотную, и как бы еще и Халк застопорил Дэна, и я просто их как стоячих обогнал, это меня реально очень рассмешило, я сразу же вышел в женскую позицию и отрался дальше, почему-то появился желтый флаг, не понял почему, но только потом я при монтаже взглянул и увидел, что у нас Фетер провалился с первой позиции на третью или четвертую, у нас он перетромозил и отправился прямо, и на восьмом круге начинается волна пидстопов, заезжают передо мной все, кроме Леклера, а я еду дальше, у меня пидстоп будет на тринадцатом, четырнадцатом круге, где-то вот так вот, и на девятом круге я выхожу уже в лидеры, потому что Шар Леклер сворачивает на пид, и я поехал в гордом одиночестве накатывать круги, ладно, и в принципе все должно было уже плавно переходить к моему пидстопу, но у нас началась борьба между Шарлем Леклером и Вальтри Ботасом, они боролись в каждый круг, они обменивались позицией на этой прямой зоной ДРС, и как бы тоже Ботас вперед, вперед, да, вперед выходит то Леклер, причем Леклер вообще его так легко обогнал, что мне кажется, что реально у Феррари мотор будет получше, хотя в этой игре по характеристикам у Мерседеса он лучше, ладно, короче, 14 круг сворачиваю на пид, комплект еще мог ехать круга 2, но это было бы уже не очень, не с очень хорошим темпом, ладно, у нас 8 кругов до финиша, как раз софт в самый раз это выдержит, и конечно же я выезжаю не на первой водице, потому что софтикара нету, я выезжаю на позиции под номером 4, подойдет Себастьяна Феттеля, который вот сейчас приносится мимо меня, я по идее должен был выйти далеко от него, но из-за особенностей питлейнов по Франко Шампе, что он просто слезает первый поворот, я сначала выезжаю впереди него, но у него лучше выход, и я тут решаю поиграть в тактика, потому что я отрубил все режимы, чтобы он меня на точке детекции обогнал, и я сразу же получил дресс, и сразу же его прошел, просто гениальная тактика от меня, и сразу же я выхожу обратно на третью позицию, и передо мной Вальтер Болт снова меняется с Леклером позициями, опять, снова, ладно, и я уже погнал сокращать отрыв в 2 секунды, и в конце 16-го круга я мало того, что поставил лучше круг, я еще и к ним вплотную подъехал, и это достаточно хорошо, потому что я уже в первом повороте смог атаковать Шарля Леклера по внутренней траектории достаточно чисто, кстати, без блокировки, идеально залетел на внутреннюю траекторию, и сразу же вышел на вторую позицию, и перед мной уже Вальтери Бота, с которого надо поскорее бы проходить, потому что ну, если он сейчас отъедет, то да, я его догоню, но не факт, что обгоню, потому что у меня жизни хорошей этих кругах не обойдут и будет уже очень сложно, но все-таки за счет ДРСа я его легко прошел, также поставил лучший первый сектор, потом еще обновил лучший круг, ну, а мы смотрим снова борьбу Бота, Сэй Леклера. Они не унимаются, видимо, они понимают, что подойти подъезжает Сиба-Тиан-Феттель, и они до того доигрались, что на последнем круге Сэп, он взял и просто прошел их двоих. Красавчики! Боролись вдвоем, пропустили Феттеля, продолжили борьбу бок о бок, просто гениально. Феттель с четвертой сразу на вторую поднялся, а Леклер вообще со второй опустился на четвертую. И также у нас на самом последнем круге, у нас, вон, видите, желтый флаг, зашел Пьер Гасли, но он зашел у нас по техническим проблемам, у меня просто не хватило нервов мотать повторно 22-го круга, поэтому вы просто вот видите, плашку, как сходит Пьер Гасли. Ладно, первая позиция, тут в принципе это было неудивительно, моя любимая трасса, потрясающий темп, потрясающая стратегия и тактика. Да, хоть это одно и то же, но пофиг мне. Ладно, Тотовольф Рад, кстати, буквально на момент записи этого ролика, буквально несколько часов назад Мерседес представил машину, а вы это смотрите уже, получается, во вторник, и это записываю в понедельник. Ладно, как вам машина Мерседес, как вам ее ливрея, и скорее всего на момент данного ролика уже презентована Феррари, потому что 11 числа она презентуется, 11 числа выходит видео. Если она уже презентована, когда показывается это видео у вас, то напишите в комментариях, понравилась вам обтяжка Феррари или нет, и так же пишите по поводу ливрея Мерседеса. Будет достаточно классно почитать, мне будет очень приятно. Ладно, у нас подиум первый Льюис Хэмилтон, ну, в скобочках я, Андрей Требукин, второй у нас Сибасях, это за счет гениального последнего круга от двух баранов, которые боролись друг с другом, ну, и третий, один из этих баранов, Вальтери Бонус. Ну, и четвертый, только Шарли Клир, просто он остался ни с чем. У нас также еще Албану сошел на первом круге, поэтому Перес у нас шестой, пятый Макферстаппен, седьмой у нас достаточно хороший результат для Альфа Ромео Кими Райкенен, дальше у нас Ландон Рейс, двенадцатый на восьмую хороший прорыв Дэн Рикерда и Кевин Магнусен замкнул Том десятку. По прорывам, по провалам в принципе ничего такого сильного нету, кроме не считая меня. Квят, если не учитывать, если даже учитывать повреждения, он достаточно хороший темп держал, поехал на два питстопа, кстати, и приехал в четырнадцатом. Очень хорошая гонка у него. И там тоже было несколько пилотов, которые ехали на тактику двух питов, а Кубица вообще поехал на медиум хард. То есть мне эту сортиги хотели на старте впихнуть мне, но я от нее отказался. В личном учете я продолжаю отрываться от себя Сиана Фетеля, между нами отрыв восемьдесят с чем-то очков, просто не очень это видно у меня. Короче, восемьдесят плюс очков. Также Норис проходит Магнусона и Кими Райкмин проходит Пьера Гасли в личном зачете. Кубица все так же с нулем очков, в принципе типичный кубица. Ну и в купе конструкторов у нас ничего не меняется, также Феррари отстают от нас на очень много очков, им нас уже скорее всего не догнать. Ну и на этом у меня уже все. Всем огромное спасибо за просмотр, с вами был Андрюха Рейс, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok